Еще только вторая учебная четверть началась в школах Республики, а 11-классники уже начинают сдачу ЕГЭ. Выпускники российских школ готовятся писать сочинения по литературе. Те, кто с ним не справится, согласно приказу Рособорнадзора, не будут допущены к сдаче единого госэкзамена. Причем оценка, полученная за сочинение, может стать дополнительным баллом при поступлении в ВУЗ. Уже определены критерии оценки, есть примерные темы, в школах Республики уже начали подготовку. Мы должны с вами ответить на один из основных вопросов. Какие ценностные ориентиры являются главными в жизни людей? О том, что сочинение по литературе ждет всех, в школах говорят ежедневно. Ребятам советуют больше читать, анализировать и излагать свои мысли на бумаге. Не пугают, а наоборот успокаивают. Работа ежедневная, типичная. Мы прорабатываем каждую тему, стараемся размышлять над вопросами, которые волнуют все человечество. И это нам помогает понять лучше нашу жизнь, наш мир, строить наше мировоззрение. И благодаря этому мы сможем хорошо написать сочинение. Выразить свое мнение и доказать его выпускники смогут по нескольким темам. Конкретные формулировки станут известны только в день написания. А сейчас определены возможные направления. Всего их пять. Примерные. Недаром помнит вся Россия по произведениям Лермонтова. Вопросы, заданные человечеству войной. Человеки и природа в отечественной и мировой литературе и не только. В школах готовятся к сочинению уже в течение всей осени. После уроков на факультативах и в выходные. Выпускники для подготовки используют любое свободное время. Оценок будет две. Зачет или незачет. Тех, кто не справился с заданием, до сдачи ЕГЭ не допустят. Каждый ученик раскрывает свою точку зрения на поставленный вопрос, используя произведения русской и мировой литературы. И выбирает он эти произведения в зависимости от того, в каком из них наиболее полно и ярко раскрыта данная тема. На официальном сайте Федерального института педагогических измерений критерии, по которым будут оценивать работы. Эксперты обратят внимание на аргументацию, использование литературного материала, построение композиции и логики рассуждения, качество письменной речи и грамотность. Для того, чтобы получить зачет по сочинению или изложению, в обязательном порядке вы должны выполнить положительно сочинение по первым трём критериям. Это в обязательном порядке. Первый, второй – в обязательном порядке. Тут даже сомнений нет о соответствии темы. И аргументация о привлечении литературных источников. Если проверяющие зафиксируют, что сочинение списано из какого-то источника, предположим, очень много ведь было различных брошюр сочинений, да, темы сочинений, или из интернета, то здесь однозначно будет поставлен неут. Неут, и тогда нужно будет передавать сочинение. Бояться нечего считают в образовательных учреждениях. Ведь как таковая подготовка к написанию сочинений начинается с пятого класса, когда детей в форме рассуждений и эссе учат излагать свои мысли, опираясь на произведения классиков. Старшеклассники уже работают с текстом серьёзно. В 26-й гимназии, к примеру, на изучение литературы отведено 4 часа в неделю. И выпускники пишут до 30 плановых сочинений в год. В последнее время очень много претензий к тому, что дети не любят читать книги. Дети очень скупо говорят, и очень лексика у них бедная. Поэтому и решили ввести сочинения. Уже точно известно, писать сочинения школьники будут в своих школах 3 декабря в пределах 3 часов 55 минут, пользуясь только орфографическим словарём. Проверять работы будут учителя своих же школ. Оценивать по 5-бальной системе и по 10-бальной, если школьник поступает в профильный вуз. И эти дополнительные баллы будут прибавляться к тем, которые школьники заработают на ЕГЭ.